Похвальная беседа о святом мученике Лутиане. Чего боялся я вчера, то и случилось. Сбылось ныне, когда прошел праздник. Ушел с ним вместе от нас и народ, и собраний у нас делалось меньше. Я знал вполне, что это случится. Адак и не отменил поэтому поучение, так как хотя не все, слушавшие вчера, оказали повиновение, но не все и непослушно оказались. А это немало для нас, в смысле утешения. Поэтому и сегодня я не уклонюсь от поучения, так как если не через нас, то через вас, во всяком случае, они услышат сказанное подлинно. Кто мог бы в молчании перенести такую беспечность их, или извинить и оправдать тех, которые, видев столько времени мать свою церковь и насладившись в ней благами, удалились и не смогли вторично опять возвратиться. Уподобились не голубице Ноевой, но ворону. И при том тогда, как зима и волнение еще продолжаются, и все более жестокое каждый день поднимается буря. А этот святой ковчег стоит посередине, и всех зовет и привлекает к себе, и прибегающим к нему доставляет великую безопасность. Он отражает не удары воды и волн, но непрестанные восстания неразумнейших страстей, истребляет зависть, не излагает безумие. Здесь и богатый не сможет презирать бедного, слыша из божественных писаний, что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет травный. Исайя 46. И бедный, увидев другого богатым, не предается зависти, слыша и сам слова другого пророка. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножится, ибо, умирая, не возьмет ничего, не войдет за ним слава его. Солом 48.17.18 Такова природа этого богатства. Оно не сопутствует имеющим его, не переселяется отсюда вместе с приобретшими его, не защищает, когда они бывают судимы там и подвергаются наказаниям, но совершенно отлучается от них смертью. А многих покидало и прежде смерти. Пользование им неверно, наслаждение ненадежно, приобретение опасно. Но не таковы свойства добродетелей и милостыней. Это сокровище неприкосновенно. Откуда известно это? Тот, кто любомудрствовал о здешнем богатстве и сказал, что не сойдет с ним слава его. Он же и о сокровищах милостыни, всегда пребывающих и никогда не похищаемых, научил нас, сказав так. Расточил, дал убогим, правда его пребывает вовек. Псалом 111.9. Что может быть удивительнее этого? Собираемое погибает, а рассочаемое остается целым. И весьма справедливо, так как одно принимает Бог, а из руки Божией никто не может посетить. Другое же сохраняется в сокровищах человеческих, где подвергается многим козням, где много зависти и недоброжелательства. Итак, возлюбленный, не ленись проводить здесь время, потому что если какая-нибудь скорбь возмущает тебя, здесь она прогоняется. Если житейские заботы, они убегают, если безумные страсти, они погасают. А сторжище от зрелищ и из других внешних собраний мы возвращаемся домой, обремененные множеством забот и скорбями, и болезнями душевными. Если ты постоянно будешь проводить время здесь, то непременно сложишь в себя и то зло, какое ты получил от вне. А если станешь уклоняться и убегать, то и те блага, которые ты приобрел от Божественных Писаний, непременно потеряешь, мало-помалу расточая свое богатство во внешних собраниях и беседах. А что это справедливо, постарайтесь, вышедши отсюда, позидать небывших здесь сегодня, и вы увидите, сколько различия между вашим благодушием и их душевным расстройством. Не так прекрасна и приятна невеста, сидящая в брачном чертоге, как дивна и славно душа, являющаяся в церкви благоухающей духовными ароматами. Кто приходит сюда с верою и усердием, тот выходит с бесчисленными сокровищами. Как только он откроет уста, тотчас исполняет присутствующих всяким благоуханием и духовным богатством. И хотя бы подстигли его бесчисленные бедствия, он все перенесет легко, получив здесь от Божественных Писаний достаточное побуждение к терпению и любомудрию. И как стоящий постоянно на скале смеется над волнами, так и участвующий постоянно в церковных собраниях и орошаемый Божественными изречениями, утвердив себя как бы на скале правильного суждения вещах, не увлечется ничем человеческим, ставший выше напора житейских дел, получив великую пользу и душевное утешение не только от поучения, но и от молитвы, и от отеческого благословения, и от общего собрания, и от любви братьев, и от многого другого, он таким образом возвращается, принося домой бесчисленные блага. Посмотри же, какого вы сподобитесь сегодня благословения и какую те понесут потерю. Вы уйдете отсюда, получив награду мучеников, а они, кроме того, что лишатся этой прибыли, подержат еще другой вред, навлекши на себя от бесполезных занятий, большую кучу забот. Как принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка, и принимающий праведника во имя праведника получает награду праведника, Матфея 10.41, так и принимающий мученика во имя мученика получит награду мученика. А прием мученика – собираться в память его, участвовать в беседе об его подвигах, делиться совершенному им, соревновать добродетелю, передавать другим доблести его. Таково угощение мучеников. Так принимают у этих святых, как и вы поступили сегодня. Итак, вчера Господь наш крестился водою, а сегодня раб крещается кровью. Вчера отверзлись врата неба, сегодня попраны врата ада. Не удивляйтесь, если я мученичество назвал крещением. И здесь дух витает с великим обилием, и бывает изглаждение грехов, и дивное некое и чудное очищение души. И как крещаемые водою, так претерпевающие мученичество омываются собственной кровью, что и случилось с этим мучеником Лукьяном. Но прежде речи об убедении его, необходимо сказать о коварстве дьявола. Увидев ясно, что мученик посмеивался всякому наказанию и мучению внешнему, и что и печь разжегши, и яму ископав, и колесо приготовив, и подняв на дерево, и свергнув пропасть, и бросив на зубы зверей, не смог он преодолеть любомудрие святого. Дьявол придумал другой, жесточайший способ, и постарался изыскать такое мучение, которое было бы и самым резким, и вместе с самым продолжительным. Так как из наказаний невыносимые доставляют весьма скорое избавление, а более продолжительные причиняют меньшую боль, то он постарался найти наказание, совмещающее то и другое, и продолжительность, и чрезвычайную невыносимую боль, чтобы и силою, и продолжительностью времени сокрушить твердость суши мученика. Что же он делает? Он предает святого сего голоду. А ты, услышав о голоде, не оставляй этого слова без внимания. Это самое жестокое из всех смертей. Свидетелями тому, испытавшие голод, не дай Бог нам испытать его. Мы хорошо научены молиться, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26, 41. Он, голод, как бы палач какой, сидящий внутри утробы, терзает все члены сильнее всякого огня, и зверя, пожирая со всех сторон тела, причиняя постоянную и невыразимую боль. И чтобы знал ты, каков голод, скажу, что и детей часто съедали матери, не вынеши силы этого зла. И пророк, оплакивая это бедствие, сказал, «Руки мельскосердых женщин варили детей своих», плач Еремии 14, 10. «Матери ели тех, кого родили, и чрево, родившее, делалось гробом для рожденных им детей. И голод побеждал природу, или вернее не природу только, но и волю». Но мужества этого святого он не победил. Кто не изумится, услышав это, «Что в самом деле сильнее природы? Что переменчивее воли?» И однако, чтобы ты знал, что нет ничего сильнее страха Божия, воля оказалась тверже природы. Матерей посрамляло это мучение и заставляло забывать болезни рождения, а этого святого не могло уронить. Не преодолела его любомудрие и не победила его мужество эта казнь. Но пребывал он тверже всякого адаманта, услаждаясь благими надеждами, восхищаясь поводом к подвигам, имея достаточное утешение в самой причине борьбы, особенно же, слушая постоянно слова Павла, «в голоде и жажде, в холоде и наготе» 2 Коринфянам 11, 27, и еще, до нынешнего часа, «и в голоде и в жажде и в наготе» и терпим побои, 1 Коринфянам 4, 11, так как он знал, верно знал, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, Матфея 4, 4. Когда же скверный демон увидел, что он не подается и такой крайности, то сделал мучение еще более тяжким. Взяв идоложертвенное и наполнив им трапезу, он положил это перед его глазами, чтобы готовой возможностью ослабить твердость его воли, потому что мы не так уловляемся, когда не видно соблазнительных предметов, как в то время, когда он находится перед нашими глазами, как и похоть к женщинам, легче одолеваем, не видя благообразной женщины, нежели постоянно смотря на нее. Однако праведник победил и эту хитрость. И чем дьявол думал ослабить его мужество, это более сего и укрепило его к подвигам. Он не только не потерпел ничего от взгляда наидоложертвенное, но еще более стал отвращаться от него и гнушаться. И что мы испытываем по отношению к врагам, чем больше мы смотрим на них, тем больше ненавидим их и отвращаемся. Это же испытал он тогда в отношении к той мерзкой жертве. Видя ее, он еще более гнушался и избегал ее, и постоянное созерцание возбуждало в нем еще более ненависть и отвращение к предложенному. Хотя голод и сильно вопиял внутри и повелевал коснуться предложенного, но страх Божий отводил руки и заставлял забыть самую природу. Смотря на скверную и проклятую трапезу, мученик вспоминал о другой, страшной и исполненной духа трапезе и так воспламенялся, что избрал лучше перенести и вытерпеть все, нежели вкусить тех скверных снедий. Вспоминал он и о трапезе трех отроков, которые, будучи в молодости взяты в плен и лишены всякой защиты в земле чужой и стране варварской, показали такое любомудрие, что мужество их воспевается до ныне. Тогда как иудеи и собственное владея землею предавались нечестью и в храме находясь служили идолам, эти юноши, отведенные в варварскую страну, где идолы и повод косякому нечестью, постоянно соблюдали отеческие обычаи. Если же пленники и рабы и юные, говорит он, прежде благодати показали такое любомудрие, то какого прощения будем достойны мы, если не сможем опередить их даже и в той же самой добродетели? Размышляя обо всем этом, он посмевался на злобе дьявола, презирал его козни и не поддавался ничему видимому. Поэтому, когда нечистый тот увидел, что ни в чем ему никакой нет пользы, то ведет его опять в судилище и, пытая, предлагает непрерывные вопросы, а он на каждый вопрос отвечал одно только «Я христианин». И когда палач говорил «Какого ты отечества?» «Я христианин», отвечал он, «Какое у тебя занятие?» «Я христианин». «Кто предки?» Он на все отвечал «Я христианин». Одним этим простым словом, поражая голову дьявола и нанося ему постоянные одну за другой раны. Хотя он обладал и внешним образованием, но верно знал, что в таких состязаниях нужно не риторство, а вера не сила слова, а боголюбивая душа. Достаточно говорит одного слова, чтобы обратить в бегство все полчища дьявольское. Для тех, которые не тщательно вникают в дело, этот ответ покажется, пожалуй, неуместным. Но кто остановит на нем внимание, тот усмотрит и из него мудрость мученика. Сказав «Я христианин», он объяснил этим и своеотечество, и род, и занятие, и все. Таким образом, я говорю, христианин не имеет города на земле, но Вышний и Иерусалим, Вышний и Иерусалим, говорит апостол, свободен, он есть Матерь нам, Галатам 4, 26. Христианин не имеет занятия на земле, но посвящает себя Вышнему образу жизни. Ибо наше житие, говорит апостол, на небесах, филиппийцам 3, 20. Христианин имеет своими сродниками и согражданами тех святых. «Мы сожители святым, говорит апостол, и свои Богу», Ефесянам 2, 19. Таким образом, он, мученик, одним словом, с точностью указал, кто он, откуда и от кого, и чем обыкновенно занимался. С этим словом, он и жизнь кончил, и отошел, понеже ко Христу залог в целости. И потомков, убеждая своими страданиями, быть твердыми и не бояться ничего, разве только греха и отречения. Итак, зная это, будем и мы во время мира заботиться о том, что нужно для войны, дабы с наступлением войны и нам воздвигнуть блестательный трофей. Он презерел голод, презрим и мы роскошь и уничтожим власть чрева, чтобы, когда настанет время, требующее от нас такого же мужества, мы, наперед приготовившись посредством меньших подвигов, явились славными во время борьбы. Он говорил смело предначальниками и царями, будем делать это ныне и мы, и если будем заседать в собраниях богатых и славных язычников, станем смело исповедовать веру, посмеиваться их заблуждению. Если они начнут свое превозносить, а наше унижать, не станем молчать и переносить спокойно, но раскрыв их гнусность, будем прославлять все христианское великою мудростью и смелостью, и как царь Диадиму на голове, так и мы будем везде носить исповедание веры. Не столько его украшает венец, сколько нас обыкновенно вера и ее исповедание, и не словами только, но и самыми делами станем делать это, являя и жизнь во всех достойную исповедание, чтобы гнусностью дел не посрамить догматов, но во всем прославляя нашего Владыку, насладиться и здесь, и там честью, которую досподобимся всем мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава, держава и честь со святым и животворящим Духом ныне и пресно и вовеки веков. Аминь.